Девушки отдыхают Получили новые министерские портфели Несмотря на то, что неделя была позитивная Увы, не приступив еще к своим обязанностям А уже был скандал Я бы хотела начать нашу передачу Не только с позитивной, но и слегка такой кислой нотки Это скандал вокруг нового министра по делам сельской жизни Мартина Ряпинского Я знаю, что он в вашей партии Как вы оцениваете данную ситуацию Сложившуюся на этой неделе? Ну, скажем честно, что правительство не начинало работать И в том числе министр Любой министр из 15 Который был назначался И говорить сегодня о министре Мартина Ряпинского Как министра Исполняющего свои обязанности Было бы, наверное, просто-напросто Неуместно Потому что действительно Они только первый раз пришли в министерство Познакомились и с сотрудниками, которые будут работать А не которые должны работать с ними Поэтому здесь, наверное, вопрос сразу отложим в сторону То, что касается и его конкретной деятельности предыдущей То есть мы же все знаем, что на сколько людей, сколько детей Я знаю, экскурсий туда водили На эту ферму, на которой такое новое начало Как козье молоко Мы привыкли больше, наверное, к тому относиться Что у нас все производят коровы Но тут вот совершенно другая тема И для всех было интересно И до того, как его назначили на этот пост Все восхищались экономикой этого, собственно говоря, комплекса Который производит козье молоко Которое не только известно на северо-востоке А и в магазинах существует за пределами северо-востока И в Таллине Поэтому это все было как бы в плюсе Сейчас вдруг начинаются искать камни Какие-то подводные течения Которые абсолютно, наверное, не связаны даже с деятельностью министра Я, ой, не хочу говорить сейчас Действительно не хочу говорить о министре Айпинским И тут начинаются подводные камни Которые, давайте где-то искать Какие-то страны Европейского Союза Присоединить к его комплексу Говорить о его деятельности Поэтому мне кажется, что здесь, наверное, надо немножечко посмотреть Подумать Потому что уже вышло до того, что Не приступив к обязанности Премьер-министр вынужден уже, в принципе, потребовать От Мартина Айпинского, в принципе, объяснений по его деятельности До этого Ну вот такая метафоса А вообще, я думаю, что средства массовой информации Сегодня, наверное, на Айпинском Я посмотрел последние, скажем так, издания Которые, да, только ленивый журналист не пишет О Айпинском Поэтому средства массовой информации Нашли, наверное, нового врага государства Недавно это был Эдгар Сависар Который сейчас вообще практически вспоминается очень редко И, может быть, даже его личные комментарии Только вот выводят на первый план В средствах массовой информации Сегодня у нас это звезда вот этого В кавычках, скажем, да, Мартин Поэтому, ну что говорить С другой стороны, ведь Всегда искали На кого написать И что написать Поэтому время покажет, что будет И в какой ситуации будет новый испеченный министр сельского хозяйства Можно разным предполагать Но человек славен, наверное, по его делам Поэтому вот первые шаги, которые будут в качестве министра Если действительно не додавят такого, что он сам скажет Да, я не хочу, ухожу с министром Но я думаю, что он это не сделает В силу своего молодого характера И в силу своего такого Еще по возрасту маленького упрямства Потому как он должен доказывать людям Что он не совсем такой, скажем, плохой Как о нем пишут Поэтому, наверное, здесь я бы ответил на ваш вопрос Время покажет, что получится И насколько мы будем помогать министру сельского хозяйства А не руководителю козьей фирмы На Северо-Востоке Еще один остро обсуждающий вопрос На этой неделе Это был по поводу образования Гимназиям было предложено Вернее, так высказалась наша новая министр По образованию и науке Малис Репс Что если они желают перейти на русское обучение То по окончанию гимназии Ученики-студенты должны сдать на категорию С1 То есть, хотела бы здесь уточнить Это предположение, это в планах Или это просто свое соображение То есть, как дальше видит гимназию Наше правительство, наше государство Я думаю, что это все последствия Вот этих ночных обсуждений Которые были между тремя партиями Руководителями партии Те, кто принимал непосредственное участие Я, к сожалению, должен притнаться Что я вот этого комментария не слышал И можно, конечно, при следующей встрече у самой спрощу обязательно И я поинтересуюсь этим вопросом Но самого комментария я не слышал Поэтому, наверное, чуть-чуть Может быть, для следующей передачи я возьму тайм-аут У нас сейчас такая неделя Не заседание парламента Я конкретно уточню у самого министра Но, с другой стороны, я думаю, что вы знаете Сколько сейчас такое горячее было время Что сколько вопросов, например, задают журналисты Скажем, новоиспеченным или ставшим новым министром Что, может быть, была какая-то тема разговора на переговорах И сегодня нужно просто это дело до конца довести Чтобы понять условия, например, возможного перехода на полный язык обучения Школу с русским языком С другой стороны, конечно, если она называет эту цифру Я могу только предполагать Я не буду сейчас спекулировать о том, что может произойти Я думаю, что здесь достаточно четко надо подумать И школа, которая должна на это пойти Давайте, скажем так, сделать заявление на переход Чисто русское образование То здесь надо четко знать, кто будет преподавать Сколько будет возможности у детей получить B2, а не C1 Это же ваша разница, если говорить по уровню требований языка У нас как-то привыкли Я не сторонник, например, чтобы все подравнивать Вопросы, которые, скажем, требуют языка Скажем, гражданство и профессиональное Ведь что греха таить, если на гражданство, например, сдавать У нас сегодня еще 90 с лишним тысяч серопаспортников Которые так называемых людей Это, может быть, некоторое даже звучит обидно для людей Которым государство не создало условия и не поставило Но ведь помните, что это количество, которое получили серые паспорта Было 220 тысяч То есть фактически 40 с лишним процентов Не получив гражданства, ушло в мир иной Естественно, эта цифра падает резко вниз И, наверное, наступит когда-то время, что у нас естественным путем не будет Но тем не менее, эта тема очень-очень остра То есть по требованию языка Ведь если взять даже кумир государства Которым мы всегда говорим О котором в Соединенные Штаты Америки То там тоже ведь требования на гражданство Или, точнее сказать, на уровень знания английского языка Это же совершенно-совершенно разные Десять вопросов, которые когда задают Кто президент, сколько штатов Сколько на флаге звездочек и так далее Это же совершенно, наверное, для начальной школы, собственно говоря География начальной школы Или общество ведения начальной школы Поэтому нам надо тоже ставить, наверное, все-таки различия Потому как на многих экзаменах Ведь если сколько таких жизней было Ситуаций, когда люди, прекрасно зная, например Теряются даже в том смысле информацию Ну я не хочу никого тут говорить Но если меня сегодня, например, заставить Может быть говорить о двигателе внутреннего сгорания На русском языке Я помню, конечно, у нас было вождение автодела Было в школе Я, наверное, двигатель внутреннего сгорания Разгажу на русском языке Мне карты покажут Но на эстонском для меня это тоже будет достаточно сложно сделать Поэтому, наверное, нет смысла А вот языковая инспекция Не зря там некоторые в сердцах называют Инквизиционная инспекция Да, все это дело Потому что это сложно Но с другой стороны Дети, которые сегодня Поставлены в такие условия Я отнюдь не стараюсь сказать, что это правильно Но дети, те, которые проходят по настоящему школу Они заканчивают при настоящем, надлежащем обучении Мне кажется, что заканчивают гимназии С прекрасным знанием эстонского языка У нас дома тоже говорят На эстонском языке мало У нас родственники, правда, очень много родственников Которые действительно дома на эстонском говорят И общаются на эстонском языке На русском достаточно слабо Но мы дома говорить В нашей семье говорили И говорим на русском языке Но это не значит, что детям Не надо было дать образование И сегодня Оба моих сына Говорят на эстонском языке И мне кажется, что вот вовремя Только нужно схватить эту нотку Потому что были трудности Это не просто так тоже перейти, скажем так С семейного на русский Перейти, чтобы эстонский язык на таком уровне Поэтому давайте, наверное, по вашему вопросу Б1 Б2 С1 С1, простите Перейдем, наверное Я все-таки уточню Тогда я точно прокомментирую Или попросим саму госпожу министра В принципе прокомментировать Может, для вашей студии Я попрошу, чтобы она прокомментировала Само вот это ее высказывание Еще бы один вопрос Хотелось задать О том, что я на том Высказалась Также в своем блоге В СМИ О том, что все-таки Центристская партия Получила слишком мало Министерских портфелей Как вы считаете Это так? Или все-таки было Действительно равноправно С каждой партией По пять представителей? Ну, начнем с того Что, помните, когда была у нас Достаточно ожесточенная борьба Кажем так, я бы назвал Ожесточенная борьба Там, скажем, да По председательству нашей партии То Яна Игоревна говорила о том Что она готова прийти министр Да Мне почему-то кажется Что вот на последнем этапе Когда, например, шел как раз Портфель Или, точнее сказать Делили министерские портфели Или кто пойдет на это дело Почему-то не слышно было Голоса Яны Игоревны Поэтому Пусть это останется на ее совести Я, в принципе, не хотел бы задать ей вопрос Почему же она не вернула Заодно бы И как раз бы была бы комбинация При которой Господин Сависар мог бы поехать в Европу Работать в Европарламенте Это первый вопрос Второй вопрос Когда начинаем говорить Я представляю, например, положение Юрия Раттаса Потому как Находясь В общем-то В оппозиции Сегодня почти Практически больше Десяти лет Сегодня Выходит такая возможность Что, зная, например, характер Юрия Раттаса Он всегда был достаточно Демократичный Независимо От Собственно говоря Вот такой возможности Стать премьер-министром Он человек Который Считает Что Вот команда Должна работать В одном ключе Независимо от того Какой-то там Фракции Потому что У нас существует Очень крепкая Мощная Сильная команда Баскетбольная команда Как раз именно Парламента И Юрий Раттас Там играет Не последнюю В этой роли Там играют Независимо Опять же Вот возвращаясь Независимо Все игроки И в оппозиции И в коалиции Они играют На площадке В единой команде И я знаю Его характер В принципе Я думаю Что он здесь Больше Такими моментами Действовал Чисто человеческим Потому что Не ставя Например Себя выше Вот мы Большая фракция Вы маленькая Мы не будем Там по количеству Я имею ввиду По количеству Мы не будем Впереди И давать Какой-то тон Например Лидерство Да Вот он Хочет играть В этом Ну вполне реально А третий вопрос Который я бы Например Еще бы выставил Ведь Министров Надо готовить Министры Не становятся Например Да То есть Человек должен Пройти Какой-то Жизненный Путь Да И ты Вправе В премьер-министр Вправе выбирать Кого он хочет Но с другой стороны Он тоже наверняка Думал Например Кого поставить И как поставить И как оставить Свою команду Чтобы было бы Польза Например Потому Мы можем там Получить там 12 портфелей А потом Встает вопрос А кого на эти Портфели ставить Это ему надо Вопрос Я просто могу Предполагать Поскольку Все-таки Тоже Какой-то степени По своей жизни Определял Кого На какое место Поставить Это Очень серьезная тема Я могу сознаться Например Что вот 17-16 лет Отработав Уже сегодня В городской управе Нина Михайловна Например И Алексеева Когда я Был мэром города То я Два или три раза С ней Вел беседу На то Учитель Хороший учитель 16-й школы Надо было Конкретно Столько много Приложить усилий Чтобы убедить человека Что она может Работать Заместителем Мэра Такого крупного И сложного города Как Кохлый Ярь Или другие Какие-то моменты В жизни Поэтому здесь Наверное Надо лучше Спросить Спросить У самого У самого Премьер-министра Если на это У него хватит Время Но у него Есть свой Свой взгляд На то Как должно Работать Он не первый Тоже 15 лет В политике И руководил Мэрией Таллина Тоже Горячий Большой опыт Который Создание Своего коллектива Который Должен Привести К какому-то Результат Результат Сегодня Должен быть Или точнее Сказать Его действия Все направлены На то Что 2019 Года До марта Месяца Когда состоится Следующий Веборный парламент Он должен Руководить Этим Правительством Чтобы потом Не сказали Не сказали Что вот такое Поэтому Внутренние Взаимоотношения Скажем С Сахно С Осиновским То есть Как руководителями Партии Например Да тоже Очень много Влияет Насколько они Между собой Там скажем Могут договориться И насколько Они друг друга Могут поддерживать И насколько Будет Очень много Факторов Поэтому сейчас Говорить о том Что например Мало Много Получили Партфели Поймите Что за Больше десятка лет Которые Центрическая партия Находясь Набирая больше всего Количества Практических Голосов Крупнейшая Фракция В парламенте Она должна Выходить На уровень Правительства Но этот процесс Должен был не так Чтобы набрали Количество Портфелей А должен быть И результат А результат должен быть В конечном итоге Положительный Поэтому здесь Не самое Не самое важно Поэтому Яна Игоревна Мне надо подумать Может быть Она действительно Хочет стать Министром Каким-нибудь Ну Сельского хозяйства Например Если это не устраивает Мартин Сегодня Я не могу Не задать вопрос На этой неделе Приступило к работе Новое правительство И люди Конечно же Как и от нового Чего-то ждут Хорошего Хороших перемен Новых Приятных Изменений В нашем регионе Ждут больше Внимания К нам Больше Финансирования И к вам Такой же вопрос Как и к горожанам Что вы ждете От нового правительства Каких изменений Я не могу сказать Что правительство Оставляло в стороне Например Вопросы Северо-Востока Последние Пять лет Если посмотреть По деньгам И посмотреть По отчетам Бывшего премьер-министра И министров Вообще Тут всегда Когда начинаешь Говорить о трудностях Северо-востока Говорить То тут Приводят Целый ряд цифр Например Скажем Да И говорят Вот вам миллионы Туда Миллионы Сюда Миллионы Еще идут Многие вопросы Честно сказать И вопросы Многие решены Если говорить Например По Вы помните Может быть Пять-шесть-семь лет назад Когда мы говорили Даже Вот О Кухлоярье Например Говорили О качестве воды Ну Ведь Сегодня Будем откровенны Что Вот я Как член совета Биополаста Синтересуюсь Каждый раз Есть ли у нас Жалобы Какие поступающие На Управление Биополаста У нас нет Жалоб По качеству воды Мы действительно Сделали очень Большую работу Но вопрос Вопрос Это Такая же Ситуация С очистными Сооружениями Которые Например В Нарве Были Или там Сегодня Большой комплекс Села Мяй Да По деньгам Да А вот Вопросы Внутренней Жизни Которые Нас Конкретно Решают Например Городских Я считаю Что Правительство Как-то Оставалось В стороне Больше Того Может быть Я Погрешу Скажу Например Что Зная Деятельность Наших Уездного Старейшина И его Команды Например С 90 Года То Мне кажется Что Здесь Ошибка Тоже В том Что Представляя Государство На месте Уездное Руководство Например Как-то Оставалось Далеко От вопросов Связанных Например С жизнью Северо-восток Я могу Привести Пример Потому Что У всех За исключением Может быть Последнего Сейчас Старейшины Который Как-то Пытается Общаться Скажем С городами В северо-восток 82% Живут В городах И нельзя Сегодня Делать Упор Например На власти Которые На власти Которые Составляют 18 Там 17 Процентов Населения Основные Проблемы Находятся В городах И мне Всегда Хотелось Чтобы Например Эти же Министерства Эти же В принципе Чиновники Которые Государства Приезжали Приезжали И интересовались В город Ну Не хочется Тут плакать Но С другой стороны Ни разу Пример-министр Например За всю историю Ни один Пример-министр Не посетил Город Кохлоярь Да посетил У нас только Вот сегодня Пример-министр Который Старается Попасть В Европарламент И никто иной Как Господин Парц Который Проехал По Кохлоярь С тогда Мэром Соловьевым И в принципе Во время Этой поездки Он прилетел На вертолете На аэродром В принципе Вот Ездили Вот помните У нас там Была воинская часть Маленькая Пожаренность Департамент Был в Кохлояринской Части Вот они проехали До этого И господин Йохан Парц В принципе Вот в беседе В машине Евгений Васильевич Пожаловался На то Что вот у нас Эта дорога От Кокрузы Которая Которая Идет до Кохлоярь Мало-немало В один миллион Крон Тогда Эстонских Евгений Васильевич Пожаловался На то Что Может быть Государство Возьмет И окажет помощь Я вам еще хочу сказать Через две недели Вопрос был решен Государство Приняло эту дорогу Стало обслуживать И город Кохлояре Получил Вот Опять же Много-немало Но Миллион Крон Получил Собственно говоря Возможность Использовать Каком-то В другом направлении А ведь Фактически В городской управе Например В городской управе И никто же Не приезжал И например Не спросил А как вы живете А что вы хотите У нас президента Простите Опять Я об этом Кстати говоря Не последний Не первый раз говорю Вот Ну Вот у нас Бывший президент Приезжает Например В эстонскую гимназию Например Да Встречается с детьми Объясняет Политику государства Делает Хорошие фотографии И уезжает А почему наши президенты Не хотят Например Приехать В городскую Или там Волосную праву И поговорить С теми людьми Которые отвечают В конце концов За все что происходит Поэтому Вот я жду Очень жду От нового руководства От новых министров Жду Вот такого подхода Когда ты проезжаешь И интересуешься И особенно На северо-востоке При всем моем В принципе Уважении К нашим властям Вот Чтобы они бы Больше посещали Города Тогда будет Больше Наверное Все-таки Людей Живущих На северо-востоке Охвачены Их проблемами Я имею Думаю Среди правительства Ну почему бы К Илука В Илука Приезжать Например Который Хорошо живет Скажем Там В Мяйтагузе Или там В власти Которые хорошо Получают Дотации От государства Они ведущие Скажем По финансированию В республике Почему бы Искать там Недостатки Да у них там Недостатков Нет Потому что У них есть Главное Обеспечение Финансированием Для этих Полутора тысяч Человек Которые живут На территории А проблемы Заключаются Уходят Наверное Вглубь Тех людей Которые работают На этих же шахтах На этих разрезах Которые создают Их рука Чьими руками Создается Эта прибавочная Стоимость Для этих В том числе И этих властей Которых я говорю Я жду Чтобы правительство Обратило внимание На этот Регион С позиции Позиции Городов Потому тогда Будет В большей степени В большей степени Наверное И Некоторый уклон На местной жизни Скажем так В положительную сторону Спасибо вам большое Но наверняка У вас сегодня Много есть что рассказать Какие вопросы Вы обсуждали Рассматривали Принимали в парламенте Один из которых Я так понимаю Касается нашей Воинской Доблестной части Да Я хочу сказать Что Ведь все Практически Прекрасно знают Что Скажем так Ну такой Переходный период Правительство Одно сдает Права Другое Другое Дает У нас достаточно много Я вот смотрю Передо мной Как раз этот График Этих всех Скажем Заседаний И старший Бывший еще Юрген Легин Мне сняли К сожалению Вопрос Который был Вот Юрмас Рейнцелу Риза Авер Который сегодня Рейнцелу Продолжает Но Мария Завира Ушла Кристен Михайлов Тоже отвечал На запросы Которые были Им конкретно Направлены Я бы наверное Отметил Вот Вопросы Которые связаны Скажем Действительно Такого Технического Плана Ну будем Говорить Например В 2015 Годом Когда мы Говорим Сегодня Видите 2016 Заканчивает А вот Министерство Финансов По закону Должно Сделать Такое Кондаруан Общающий Документ Который Который Говорит Об использовании Средств 2015 То есть Фактически То правительство Которое Было Сегодня Со своим Отчетом Выступило В этом В этом Смысле Сюда Пришло В большой Зал Вот тут Вопросы Говорят Некоторые Вопросы Которые Связаны Скажем С перемещениями С лицами Которые Сюда Приезжают Это Чисто Технические Вопросы Которые Поставили И конечно Самый большой Глуб Которым Действительно Вот Я сейчас Считаю Раз Два Три Восемь Вопросов Которые Связаны В конце Вода Конкретно Связаны С службой Наших Вооруженных Сил За пределами За пределами Скажем Эстонии Это и НАТО Это и В Афганистане Но это не говорит О том Что там 20, 15, 30 Человек Уехало Это как правило 3, 4, 5 Офицеров Которые Техническое Обслуживание Которые Работают На каких-то На каких-то Центрах Может быть Это киберзащита Или может быть Действительно Есть те Люди Которые Которые Помогают Скажем так Сохранять мир Где существуют Войска Объединенных Организаций Объединенных Наций Но я хочу Сказать Что я Например Лично я Отношусь К этому Вот в Мали Видите Тут Может быть Государта Мы редко Слышим Но тем не менее Вот войска Которые Надо Объединенных Войска Объединенных Наций Там Стоят Наверное На разделительной Полосе Тем более Вот Эстонские Военнослужащие Туда Идут Ну Будем Откровенны Что я Отношусь К этим вопросам Очень достаточно Лично Мое мнение Специфически Наверное Объясню Почему Я согласен Что наши Воинские службы Должны Наверное Находиться И защищать Пределы Своего Государства А вот Ехать куда-то В Ирландии Должно быть На добровольной Основной Оно и поставлено Практически На добровольной Основной Поэтому В первом чтении Все эти Разрешения Парламента Еще раз повторяю Почти 10 10 разрешений Они были Рассматривались Очень долго Ну и как естественно Оппозиция всегда Задавала много вопросов Тем кто Представлял Вот эти Вопросы На парламентском Заседании Поэтому Поэтому было Много вопросов Но тем не менее Что же делать Вот такая рутинная Работа В такой переходный Период Обязательно Надо сделать Поэтому Я бы наверное Не стал бы Просто сейчас Детально Делать акцент А может быть Я бы Взял Вчера распечатал Я бы может быть Только Уже вечером Практически Пришло Пришло Вращение Юрия Раттаса Которая Практически Подтверждает То что было сделано Коалитационным соглашением Может быть Вот Передача Которая будет Может быть В следующий раз Мы Хотелось бы Может быть Действительно Пройтись По По самому Коалитационному Соглашению Тому как Может Этого мало То что Раттас говорит Но тем не менее Вот он В своем обращении Говорит о том Что Эстония Готовится к Столетнему юбилею Это действительно Не за горами Тут Несколько лет Осталось Поэтому Хотелось бы Видеть Чтобы Люди жили В таком Настоящем Скажем По европейским Мерам Государства И Юрий Раттас Говорит о том Что сегодня Очень много Немало вызовов Которые Действительно Надо Речить Это и демографический Кризис Это и социальное Неравенство Которое Последние Годы Особенно Начинает Выходить На передний Плат Это экономический Застой Мы Говорим Об этом Каждой В этой теме Можно говорить Много Мы считаем Что Веста Бывший Премьер-министр Говорит Вы мне Покажите Хотя бы Одну Сферу В котором Где я Виноват Я вот тут Пытался В одной передаче Говорить о том Что Даже переходя На государственное Имущество Оно Практически Сегодня Не подвержено Взгляду Правительства Но Оно Существует Его надо Разбирать И Его надо До конца Довести Эти все Реформы Которые С имуществом С землей Вот Один из Моментов Когда Предъявляем Например Говоря О экономическом Разостое Мы Говорим Как раз Премьер-министр Мы Часто Говорим Он Говорит О цифрах Которые Мы Например 0,1 0,3 0,2 О процентах А не 0 1 1 Несколько Десятых Процентов Это Кажется Что Больше Игра Соткан 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 Данных Чем Например Самый По-настоящему Мы же Видим В это Дальше Он Говорит Эти Ключевые Проблемы И Вот Как раз Были Переговоры Внешнюю Политику И Безопасность Последовательно Здесь Никто Сейчас Никаких Резких Движений Делать Не Собирается Об этом Подверждает Премьер Министр И вот Уже Многие Годы Он Говорит О том Что Многие Годы Вы Помните Что Ведь Бывший Премьер Министр Говорил О том Что Давайте Эстония Должна Войти В пятерку Все Смеялись Некоторые В куларах Смеялись Ну Кого Мы Оттуда Из Этой Пятерки Вытолкнем В принципе Из 27 Восьми Государств Тем Тем Менее Это Существует Но Тем Менее Хотелось Бы Он Не Говорит О Пятерке Вхождение В пятерки Но Хотел Бы Чтобы Была Провести Проведена Работа Чтобы Мы Почувствовали Всегда Тоже Каким То Равноправным В составе Европейского Союза Мне Кажется Что Очень Правильно Он Говорит О том Что Надо В конце Концов Разотопить Лед Который Существует Между Таллином И государственной Власть Вы Помните Была Хорошая Традиция И Я Еще Помню Тот Момент Когда В принципе Премьер Министр Ранси Подказался Мэр Города Таллина Эдгар Сависер Отказался Ведь Сославшись На то Что Одного Командировка У другого Что-то Еще Не Сложилось Но Ведь Была Хорошая Традиция Когда В Древние Времена Когда Нижний Город Приходил К Верхнему Городу Значит Там Даже Есть Ворота Которых Стучали И Просили На Сотрудничество Государство Со Столицей Нет Такого И То Что Например Сегодня Коалиционное Соглашение Предлагает Вместе С Государством Создать Или Пересмотреть Или Перестроить Перестроить Городской Холд Который Стал Своеобразной Визитной Карточкой Для Международных Встреч Симпозиумов Эстрадных Культурных Программ Который Стоит Сегодня Заброшенный От того Что Я думаю Что Эти деньги Которые Европейский Союз Дает На развитие Культуры Могли Быть Там Использованы Они Сегодня Практически Скажем Так Не направлены На Горхол Таллинский Поэтому Здесь тоже Есть На чем Думать Поэтому Я чувствую Что Может Вот это Все Название Это Практически Будет Передача Того Что Записано Всего В Коалиционном Соглашении Об этом Мы Может Другой Раз Поговорим Но Я Только Верхнюю Шапочку Из Его Доклада Взял Обращение Поэтому Может Есть Смысл В панораме Напечатать Просто Чтобы Люди Четко Понимали Что Хотел Сказать Премьер Министр Ну Я думаю Более Подробно Мы Сможем Это Обсудить На Следующей Передаче Потому Что Увы На Сегодняшний День Наше Время Подошло К концу Спасибо Вам За Ваши Ответы И Спасибо Вам Телезрители За то Что Вы Были С Все Доброе До С До С День Телезрители Продолжение следует...